всем привет это тест но держатель электродов немножко более подробно о нем его создание общем-то как бы я расскажу покажу в следующем видео то есть ну в двух словах то есть это как бы пробная тестовая модель цель была изменить в первую очередь зажим электродов потому что раньше срывалась либо все время в трубочке заказчика поэтому были большие сложности с этим значит второй момент это нагрев нагрев электродов поэтому для того чтобы уйти от него были вмонтированы держатель вентиляторы вот ну и еще момент это собственно говоря эргономика потому что очень часто возникал вопрос о том что ручки не совсем удобно держать и через какое-то время она тут начинает руку давить плюс для унификации с подключения не стал использовать байонетом я использовал зажимы клеммные потому что байонеты все-таки дают потерю а здесь есть надежда что меньше будет потеря значит теперь о самом тесте я хочу протестировать сделать ряд точек посмотрим сколько тут получится вот ряд ряд точек сварки померять температуру температуру электродов вот в этом месте возле ручки то есть как бы там где он держится это существенно то есть чтобы не расплавился сама сам держатель может быть еще в разных частях протестирую время за которое эта ручка остынет потом возьму поменяю здесь обжаты клемма вот я специально сделал данной ситуации провод чуть длиннее может быть не совсем корректно будет но я вырежу вот эту часть в общем-то сюда обожму обычный держатель свой и проведут точно такой же аналогичный тест с обычным держателем аппарат специально один тот же то есть как бы параметры выберу тоже одинаково носиком интересно поехали так подключаем вентиляцию обычный usb кабель то есть вот таким вот образом подключается вентиляция здесь пружина стоит на растяжение специально сделано несколько отверстий для регулировки натягивания вот но здесь предусмотрена пружина для сжатия то есть внутри так обнуляем счетчик поехали давайте параметры посмотрим 22 давайте для чистоты эксперимента поставим эти вообще 4 поста так расстояние между точками я потом замерю следующим держателю сделать еще такое же для для чистоты эксперимента так поехали прикольно как вентиляторы затухают то ли электромагнитные воздействия на них происходит горячая лента уже очень горячая заворачиваются на фрук так сделали 30 30 точек делаем замер температура 52 градуса здесь вот 46 градусов вероятнее за того что здесь стоит микрик меньше дает обдува поэтому так поэтому и и Субтитры сделал DimaTorzok Я скажу, что это действительно где-то 40 градусов Я специально не стал укоротить время Для того, чтобы вы видели, как это в реальном времени остывает Вот, собственно говоря, вот так работает данный держатель Здесь, конечно, болты тёпленькие Больше мне это не нравится, если честно, вот здесь Хотя я обжал и провод зачищал То есть в местах обжима получается высокая температура Нагревается Ну, это то, почему я изначально ушёл от этого принципа Потому что раз греется, значит здесь есть сопротивление Значит здесь есть потери Собственно говоря Можем ради интереса сейчас померить Давайте на максимум поставлю напряжение То есть сейчас получается 100 полупериодов 100.02 Две секунды Две секунды парафрена И поставим на переменное напряжение До 20 Надеюсь, не сгорит у меня Мой тестер Прикольно 3.8 вольта получается сейчас напряжение Так Давайте вернём назад 4 Вроде интереса то померим Сейчас включён режим InRush То есть максимальный пусковой пиковый ток То есть получилось максимальный ток 961 Теперь переходим К Переделываю сейчас держатель То есть поставлю сюда обычный классический свой 4.25 И вернусь к вам снова Итак Установил я То на тот же аппарат Установил я обычный держатель 4.25 Сейчас сделаем те же 30 точек И померяем Температуру Для чистоты эксперимента Берём ту же ленточку С обратной стороны Буду варить Вот Вот Вяжем Токовые клещи Режим InRush Так Поехали 4.4.99 Делаем 30 точек И меряем температуру Электроды Свежеточены Я их ещё не просаживал Поэтому Так Ток у нас получается 921 То есть видим Что ток в принципе меньше Держатель вам скажу так Уже Тёпленький Хотя Точки сварки Побежалости Гораздо больше Меряем 30 точек 74 72 Очень сильно нагрелось До 80 градусов Это уже температура Когда держать Некомфортно Я скажу Больше того Температура Когда может Уже начать плыть Пластик Вот здесь Как раз Точки зажима Температура Невысокая Если там у нас Грелось Точки зажима Температура Ну и вот Остывает Без дополнительных Каких-то Охлаждения Невысокая Держатель Держатель Он такой Весьма Тёпленький 50 градусов Здесь Довольно-таки Горячие Шурупы Тоже Так Некомфортно Держать Пекут Руку Держать Невозможно Да Конечно Так Субъективное Мнение То есть Т Ну и вот Объективное 60 градусов И всё С учетом того Что у меня Сейчас Помещение Очень тепло Температура У меня Здесь Порядка 27 градусов Ну что могу сказать Значит По поводу Теста Здесь Побежалось Хоть ток И был Больше Получается Да Но Побежалось Здесь Меньше На Ленте На самой Значит То вот Здесь Побежалось Намного Больше Между Лентами Ну это Может быть Еще Связано С тем Что Хотя Вряд ли То есть Что уже Есть Сварка Вот То есть По качеству Сварки Можно Попробовать Потестировать Пока Тут У нас Остывает 52 Я специально Не прерываю Запись Для того Чтобы Померить Время За которое У нас Остывает Держатель Тем Временем Поразвлекаю Вас Это Сейчас Две Никелевых Ленты Которые Варятся Обычно Ужасно Друг С Друг 0,2 Мм Вот Собственно Качество Сварки В принципе Одинаковое То есть Я не заметил Ни плюс Ни минус Ни в одном Ни в другом Случае То есть Это Специальная Изолникелевая Лента Которая Ужасно Варится Сама В себе Вот На этих Параметрах Аппарат Ее Варит Очень плохо Всяком Случа Лента Нигде Не порвалась В принципе Она держалась Неплохо Но Лента Нигде Не порвалась Вот Итак Меряем Температуру Температуру Ну 47-48 В общем Короче Дальше уже Можно и не мерить Ничего То есть Мы видим Что остывает Довольно Таки Долго Сейчас Я хочу Еще Сделать Точно Такой Тест С подставкой Охладителем Итак Вот Подставка Охладитель Которая Тоже Питается От Micro USB Разъема Включается От Вставления Держателя Здесь Сейчас Вентилятор Новый Поэтому Не гудит И не шумит Вообще Будет Немножко Шуметь Вот Он набирает Обороты Для Частоты Эксперимента Вот Так Оно Останавливается Берем Тоже Ленту Которую Варили До Этого Попробуем Найти На ней Живое Место Нам Собственно Горя Живое Место Особо Не Существенно Так Ток Режим InRush Термометр 29 градусов Показывает Меряем Температуру Нашу 32 То есть За все это Время Он Чуть Чуть Остыл Ну Скажем Так Комнатная Температура Все Теперь Поехали Разбрасываем Счетчик 4 То есть Параметры Те же Параметры Те же Погнали Ставим 30 Точек Те же Тее Параметры Счетчик Те Это jam Горячая. Горячая. Лента очень сильно нагрелась, меряем температуру. Те же 80 градусов, 81 градусов. Ставим, засекаем время. Ток у нас тоже 915 получился максимально. То есть, есть надежда, что у нас в сети цепи ничего не поменялось. Итак, я не знаю, сколько прошло времени, посмотрим по таймингу, меряю температуру. Уже мы видим 70 градусов, 73, 72. Уже мы видим 80 градусов, 80 градусов. кстати тут теоретически можно подобраться таким вот образом вентилятор дует нам наш охладитель так меряем 60 градусов вентилятор новый как я говорю поэтому работал не на полную мощность сейчас нас кочегарился я поставил щуп за вентилятором то есть чтобы он и ветер на него как бы не дул вот и вставил внутрь трубку туда то чтобы были показания что как бы более-менее не с обдува вентилятора вот режиме реального времени опять же таки не сокращаю время ну в общем тогда пока идет время немножко по рассказу самые большие неприятности в общем то как будто этого держателя который 425 это зажим винтов в тонких трубках то есть вот если мы берем вот да то есть тут получается тело тело для зажима два миллиметра то есть для винта это кстати пятерка винт это я пробовал пятерка еще хуже меньше шах резьбы точнее меньше резьба получается хоть она и шире получается но количество витков меньше материал мягкий и очень сильно влияет качество качество самой мечика то есть ну винтов хотя и выбираю в общем-то доступную из из доступных материалов лучшее качество но в общем то как бы все равно то есть вот и получается срывалась резьба постоянно срывалась особенно при зажиме там где электроды зажимаются потому что мало все таки медь значит и выход из этой ситуации найден двумя способами первый это закладные гаечки то есть я нашел вот такие гаечки очень тонкие вот то есть в принципе они закладываются можно закладывать их внутрь без без обтачивания либо обычную гайку то есть немножко сняв под 45 градусов шлиц вот в этих местах то есть сняв шлиц гаечку может заложить и таким образом под под этот самый да там немножко надо повозиться чтобы попасть на винт но закладывая внутрь таким вот образом и да то есть мы тогда получается дублируем резьбу и она тогда работает немного лучше значит это вот единственный самый большой минус второй минус это то что греется то есть сам сам держатель отработает то есть но от того что он работает сейчас 40 градусов мне показывал 45 действительно примерно 45 градусов то есть довольно таки тепленький тепленький держатель вот но можно засечь время сколько получается то есть в итоге из минусом то есть от этих от места сварки здесь в общем-то как бы насколько я мерил насколько я проверял место контакта не греется греется вот основном это от места сварки то есть от электродов идет нагрев нагрев самого держателя ну в общем-то как бы на я считаю на этом соответственно заканчивать ну еще раз повторю значит временные интервалы я сейчас не замерял за мере по видео при монтаже я вам покажу значит табличку с этими временными интервалами значит по поводу почему появился вот эта версия новая еще даже не назвал и думаю что 5 2 будет какая-нибудь потому что 5 1 или 5 1 вот в общем пятая версия какая-то то есть первое на самая большая проблема это зажим электродов то есть вот здесь при зажиме если переусердствует то электроды то есть срывается резьба если недоусердствует то есть недостаточно проложить они начинают вращаться вот отсюда возникает в общем так как бы сложность в работе поэтому зажим взят из китайского аналога то есть китайцы сейчас начали делать тоже ручки там есть даже принципе неплохие очень навороченные аналоги у них вот зажим идет примерно такого типа то здесь понятно тестовые образцы вот то есть этот зажим чем хорош тем что действительно электрод у меня сейчас 42 электрод то есть протокол про просверлили здесь отверстие 4 то есть очень плотно получается соединение то есть мы вместе контакта в общем-то нету даже нагрева то есть здесь вероятно может быть есть нагрев какой-то то есть то здесь вместе контактные наверняка нагрева никакого не будет то есть будет нагрев только в точке сварки значит это второй момент как можно уйти от тепла точки сварки это использовал электроды я вот тут накупил кучу китайских электродов частности вот китайцы допустим используют вот такой электрод я его пробовал честно вам скажу ну очень сильно греется дается хорошая просадка вот здесь и варит он не ахти хотя идея хорошая я не знаю как китайцы там он и варит честно то есть как бы но не варят ленточку 015 поэтому как бы когда мы говорим что у нас не варит ленту 02 то 015 вообще молчим потому что варит 015 на ура в любом виде поэтому я тестирую на 02 02 такие электроды не варят то есть там большая просадка получается значит а что у нас по сравнению получается что вот эта конструкция нагреется меньше потому что у нее скорее всего еще и больше теплая емкость вот если здесь одна трубочка да то есть она не обдувается она вся спрятана то здесь у нас большие сами теплоемкие элементы то есть он довольно таки большая площадь вот поэтому скорее всего поглощать они ну плюс естественно вентиляции это подозреваю что на все таки дает хороший эффект потому что без нее я тестировал не выложил без нее все равно тоже греется в общем то как бы не так нагреется единственный минус который здесь обнаружен это вот как ни странно это нагрев провода местах обжима единственное чем может быть это может из-за того что просто сильно спрессованы хотя здесь очень хорошо спрессована и точки сопротивления не должно быть в принципе вот откуда здесь идет нагрев я пока не знаю в раздумьях то есть как бы здесь вот неожиданно вот в именно в этом месте идет нагрев то есть мы мы с вами видели да хотя может нагревается из-за вот самой клеммы то есть из-за ее конструкции то есть в этом месте потом оттуда идет распространение то скорее всего где-то в площади контакта либо вот вот этой шинке над этом месте перехода хотя шины электроды дорогие и собственно говоря точнее электрода клеммы дорогие и качественные то есть должны должны работать хорошо по качеству сварки трудить сложно трудить сложно судить трудно значит поэтому в принципе варит одинаково ленточки я уже пробовал эту ручку раньше чуть-чуть то есть как бы на ленте 015 вопросов как бы нет вообще никаких лента 020 вот которая очень плохо варится то есть как бы она плохо варится в любом случае какой бы электрод не был ну вот хотя данная ситуация отрывается с большим трудом это вот последняя сварка последним электродом я-то руками рву я вам этого не советую потому что можно порезать пальцы что мне регулярно и происходит вы можете видеть на видео как у меня пальцы замотаны какими-нибудь медицинскими средствами вот ну собственно говоря рвется до некоторые даже получили с отверстиями то есть в принципе варит эту плохую ленточку которая плохо варится варит значит что я могу рекомендовать если для себя вот как бы для того чтобы варить то мне кажется что 425 оптимальный вариант и не стоит в общем-то как бы городить вообще как бы по весу и по удобству работе хотя это вот эргономика то есть да все говорят что здесь у меня получается держишь да и и давит в руку если держать вот так давит руку плюс пиптик получается на палец попадает кому-то винтик вот то есть ну честно сказать я варю вот так то есть как бы я вот держу двумя пальцами и вот так варю то есть поэтому мне эргономика я когда пробовал то есть как бы мне эргономика было вполне нормально то есть в принципе вот так варишь и винты кстати не греет в пальцы хотя и специально я их оставил здесь не прятал то есть мог бы спрятать как вот здесь вот я их оставил здесь для того чтобы чувствовать нагрев то есть чтоб человек когда работает чувствует что можно припекает и останавливался потому что припекает как правило на 80 градусов после 80 градусов идет плавление пластик ну не плавление он становится мягким поэтому для того чтобы держатель не ухай докать то есть все-таки это пластик вот ну в общем такого предусмотрено такие меры меры предосторожности но и перегревать собственно это уже не стоит потому что начинается окисление вот поэтому того же меня того же меди ты же да вот поэтому такая держатель за то чтобы остужать в общем так вот такая конструкция довольно таки неплохая но как на мой взгляд вот вариант для охлаждения если допустим люди варят немного и там скажем есть время поварил хлоп-хоп-хоп потом хоп поставил она остывает достал поварим во первых этот держатель на тем что не телепается ручка где попала на столе вот плюс охлаждение как мы видели я чуть позже посмотрю видео запишу тайм-коды сколько по времени идет охлаждение то есть ну вот этот вариант конечно тоже рабочий сейчас его кручу его стоит наверное я вот дам сейчас на тестирование там одному клиенту у которого большая проблема он варит много батареек вот и у него большая проблема с перегревом вот отдам этот вариант на тестирование в таком виде как он есть сейчас вот получу от него рекомендации может быть что-то изменю сделаю тогда отдельно еще видео презентацию по потому тестирование ну собственно говоря здесь конечно да здесь за счет работы вентиляторов получается нагрев даже так вот субъективно без таймингов я вижу что нагрев гораздо меньше собственно говоря можно рекомендовать ну и удобство конечно тоже держать в руке гораздо удобнее вот то есть работать если много варить то лучше конечно брать вот такой держатель вот получилось видео большим я у конечно помонтирую немножко может быть урежу вот какие-то моменты ну собственно говоря вот такие новости давно обещал давно думал да я начал говорить про то что сделала по аналогии с китайскими вот вот эту часть держателя значит ну собственно говоря вот это тоже как бы сама конструкция тоже есть у китайцев аналогично есть еще аналогичная конструкция с развернутыми шинами то есть они стоят перпендикулярно на мой взгляд пока не знаю я тоже думаю потому что может быть так за счет того будет обдув немножко лучше а может быть и не будет лучше то есть как бы на мой взгляд на сегодня вот такой оптимальный вариант то есть за счет площади получается все оба вентилятора дует на эту штуку здесь сделано специально охлаждение с двух сторон потому что я предвидел что вот эта часть тоже будет греться потому что это дополнительный контакт тоже может быть греться поэтому этот вентилятор больше своей частью то есть тут-то стоит перегородочка больше своей частью охлаждает верхнюю часть Вот этот нижний вентилятор охлаждает нижнюю часть, которая греется от электродов. Во всяком случае, по потокам воздуха, я могу сказать, что здесь намного больше поток, поэтому охлаждение будет здесь намного больше. Гудит, в руке слегка вибрирует, ну, скажем так, относительно, не так, чтобы его использовать не по назначению, но, собственно говоря, для работы, я бы не сказал, что дискомфорт какой-то испытывается. Есть небольшой шум, но не больше, чем обычный вентилятор, который у вас стоит там, где-нибудь рядом с вами, вас охлаждает. Вот. На этом всё. Всем спасибо за внимание. Дали Буды, как говорится у нас на Украине, то есть будут дальнейшие тесты, дальнейшие видео. Всем спасибо, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok